Сейчас еще буквально одну минуточку. Итак, доброго времени суток, друзья мои. Я рада приветствовать всех, кто зашел на мой бесплатный семинар «Три секреты печати вслепую». Или суперспособность для всех. Вам будет интереснее участвовать в этом семинаре, если вы, находясь за компьютером, сможете параллельно открыть вкладочку Word. Ну или какой-нибудь текстовый документ, в котором чуть позже будем печатать. Если вы смотрите с телефона, то неплохо бы все-таки иметь под рукой клавиатуру. Причем совершенно не обязательно соединенную с компьютером. В общем, нам предстоит печатать, а для этого нужна клавиатура. Собственно, ей красавице и посвящен наш вебинар. Наш семинар, точнее. Ну, если таких возможностей у вас нет, то, соответственно, вы просто слушаете, впитываете, а применять пробуете позже. Позже. Окей? Напишите мне что-нибудь в чате. Помашите ручкой. Плюсик. Екатерина, спасибо большое за обратную связь, чтобы я понимала, что я здесь не одна. Для начала, по времени, семинар рассчитан у нас на 45 минут. 40-45. Если у вас появятся вопросы, я отвечу на них в конце. Мы уделим 5 минуточек на вопросы. На семинаре вы узнаете, как обрести суперспособность печатать, не глядя на клавиатуру. Как научиться так управлять своими руками и пальцами, чтобы они запоминали буквы и делали все за вас. Узнаете три секрета печати с закрытыми глазами. Ну и мы с вами совершим увлекательную экскурсию в прошлое. Само я, вот так я выгляжу, освоила печать слепым методом, когда мне было еще 15 лет. Тогда еще даже не было компьютеров. Ну, то есть они только-только начинали появляться. И я сама обучалась на печатных машинках. Вот таких вот. На механических и на электрических у нас стояли. Теперь это уже раритет. Такие больше не выпускают. Но расположение букв на клавиатуре печатной машинки и на современной компьютерной клавиатуре не изменилось. Поэтому перейти с одного на другое мне не составило большого труда. Научившись печатать вслепую в школьные годы еще, овладев этим чудным навыком, я начала свою трудовую деятельность в качестве секретаря-директора своей же школы, в которой я училась. Потому что документаций, как вы понимаете, в школе много. А так быстро печатать, да еще и на печатной машинке, в то время мало кто умел. Ну и, конечно, впоследствии в жизни этот навык мне сильно пригождался. И при трудоустройстве, и в работе. Ну и в какой-то момент меня осенило, что я могу учить этому других. На данный момент я являюсь преподавателем компьютерного центра специалистов. И уже 8 лет успешно обучаю этому всех желающих. И надо сказать, что мне это очень нравится. Специалист – это крупнейший компьютерный учебный центр России. С высочайшим уровнем качества обучения, сервиса и организации учебного процесса. Ему 28 лет. Здесь множество курсов. Их больше тысячи. Они постоянно обновляются и добавляются. У нас есть обучение и очное, и удаленное, и индивидуальное. Мы можем предложить обучение и для корпораций, для организаций. Есть группы утренние, есть вечерние, дневные, по выходным. В общем, центр действительно очень хороший. Наши преподаватели самые лучшие. Они проходят очень серьезный отбор. Об этом, кстати, у меня есть пост в Инстаграм. Там вы можете познакомиться и со мной, и с нашим центром поближе. Позже я вам дам ссылочку. Ну, да, и наш центр, конечно, выдает свидетельства и сертификаты об окончании курсов. И они очень высоко ценятся на кадровом рынке. Итак, мы начинаем. Сейчас я хочу включить со звуком. Звук видео будет ли вам слышен? Думаю, что слышно, да? Звук видео не слышно, да? Ну, я вам скажу тогда словами. Для многих из нас набор текста на клавиатуре – это ежедневная необходимость. Но при этом печатать слепую и задействовать все 10 пальцев умеет очень-очень мало людей. Ситуация парадоксальная. Навык, который требуется каждый день, как умение считать, ходить или говорить, а подавляющее большинство людей им не владеют. Посмотрите на клавиатуру. А теперь на свои руки. Как вы печатаете? Наверняка подглядываете за пальцами, за буквами. И наверняка вы видели когда-нибудь человека, который печатает, не глядя на клавиатуру и на свои пальцы. И вы испытывали благоговейное восхищение и легкую зависть. Вам, наверное, кажется, что это суперспособность, что это сложно, что это не для вас, а для каких-то супергероев. Хотите тайну? Вы тоже так можете. Просто вы об этом еще не знаете, а точнее не задумывались. Уже восемь лет я обучаю этому людей. Люди совершенно разные, от мала до велика. И руки у всех разные, но все обучаются. Послушайте мнение одной из моих слушательниц. Так, как бы мне сделать, чтобы было слышно мой экран. Может быть мне отключить свой микрофон? Сейчас попробую. Слушательница... Сейчас я, давайте я попробую отключить микрофон и включить. Это моя, одна из моих слушательниц. Она говорит, что я абсолютно с ней согласна, что не надо бояться. Мол, я не освою, мне много лет, это для кого-то другого, для отличников, я не справлюсь. Я считаю, что если практически любой человек при определенной усидчивости, при определенном терпении, может стать асом. Да, Екатерина, это действительно не сложно. Курс называется «Машинопись. Слепой десятипальцевый метод». Но я бы не назвала его так прямо уверенно десятипальцевым, потому что есть люди, которые совершенно не используют, например, большой палец левой руки для того, чтобы нажать пробел. Для таких людей он скорее девятипальцевый. А еще ко мне на курс приходили люди без одного и даже без двух пальцев, представляете? И обучались. У таких настойчивости больше, поэтому они и результаты достигают наилучшего. Потому что машинопись или вот этот слепой, как по-другому его называют, десятипальцевый метод печати, это всего лишь навык. Такой же навык. Такой же навык, как письмо, например. Мы же все научились писать. Такой же навык, как чтение. Мы же все умеем читать. Такой же навык, как вождение автомобиля. Все, кто за это берутся, в конце концов начинают самостоятельно ездить. Или, к примеру, игра на пианино. Ну, сложно, конечно. Но если учиться, трудиться, поставить себе такую цель, то и это любому человеку, в общем-то, по силам. Давайте сейчас немножечко отвлечемся и напишем в чат, вспомним, какие у вас есть приобретенные навыки. Может, это что-то необычное. Напишите в чат сообщение. Может быть, вы вспомните про какие-то навыки, которые есть у вас. Я тоже с вами поучаствую. Ну, например, вот видно мое сообщение, да? Вот, игра на музыкальном инструменте, Елена пишет. Да. Так, Елена, на чем играете? На пианино? Умею на равных работать как правой рукой, так и левой. Таис, отлично. Умею играть на фортепиано, но не очень. Светлана, я, кстати, тоже Светлана, и тоже умею играть на пианино. Так, сейчас я вспомнила еще один свой навык. Боркаутом. Вот такой я навык свой вспомнила. Рид. Печатать одним пальцем на клавиатуре. Вождение авто. Да, совершенно верно приобретенный навык, который у меня, кстати, тоже есть. Елена сама учится, пытается слепую печать освоить. Ну, отлично, молодцы. Спасибо вам за обратную связь, такую веселенькую. Вы мне подняли настроение. Езда на моноколесе. О, отлично. Рукоделие, вязание, шитье. Да, совершенно верно, Наталья. Это все наши навыки. Итак, секрет первый. Машинопись – это навык. И он подвластен любому из нас. А раз это навык, то давайте подумаем, вспомним, как приобретается любой навык. Напишите в чат. Любой навык приобретается путем чего? Рукоделие, вязание, воркаут, езда на колесе. О, Светлана, Елена, тренировка, тренировка путем, Андрей, долгих тренировок, путем изучения проб тренировок. Отличненько, совершенно верно. И, собственно, вы открыли второй секрет. Освоение машинописи. А, желание. Да, желание – это тоже немаловажно. Многократные повторения и закрепления пройденного. И в этом второй секрет печати. Да, Ренат, труд, терпение и труд, все перетрут. Итак, все мы сталкивались с компьютером, с клавиатурой. И печатать умеем, да, занятие, в общем-то, нехитрое. Нажимая себе на кнопочки. Но вам хочется делать это побыстрее. Так что же такого особенного и удивительного в быстрой печати? Почему этот навык так нужен, что стоит потратить время на его приобретение? Итак, самое роскошное, что этот навык помогает разгрузить голову и не думать о том, что вы печатаете. То ли клавишу нажали. То есть этот навык позволяет вашим пальцем печатать самим, без участия головы и глаз. А это, в свою очередь, дает возможность не крутить головой, потому что тогда будет нагрузка на мозг. Не переводить постоянно глаза с рук на экран и обратно, потому что так можно и зрение потерять. Итак, в чем же премудрость? В чем же волшебство? За счет чего получается это самое побыстрее? На самом деле, весь секрет десятипальцевого метода печати в том, что каждый палец выучивает определенные четкие движения. У каждого пальца есть своя зона обслуживания. И запомнив правильные движения, пальцы выполняют их автоматически, не глядя. Вот сейчас, если есть у вас такая возможность, параллельно с моей презентацией, откройте файл, например, Word, в котором вы будете печатать. Сейчас немножечко практики. Я надеюсь, что вы сидите, а не лежите. Поэтому сядьте ровно, выпрямите спинку, бросьте руки вниз вдоль туловища. А теперь согните их в локтевом суставе под прямым углом. И вот здесь, под кистями, у вас должна в идеале, конечно, быть клавиатура. То есть вот вы бросили руки вниз, поставили кисти 45 градусов под углом. И вот здесь должна быть клавиатура. Но, как правило, не у всех, я понимаю, получается, но я вам рассказываю в идеале. На клавиатуре найдите клавиши А и О. Нащупайте пальчиками на них такие черточки, точечки. Это своеобразный ориентир для слепых. Видите, вот на буквах А и О. Есть такие точечки, рисочки, пупырышки. Да, нащупали? И теперь мы будем колдовать. Значит, указательные пальчики у нас на буквах А и О, а остальные пальчики к ним подтянулись. Большие пальцы над пробельной клавишей. Стоят у вас и левая рука, и правая рука. Большие пальцы над пробелом. Запястья не лежат. Запястья поставьте, оторвите их от стола, от панели ноутбука. Приподнимите. Печатать нужно всеми пальцами. Вот давайте попробуем. Запоминаем волшебную абракадабру. Запоминайте, запоминайте. Ф, И, В, А, О, Л, Д, Ж, пробел. А теперь продолжаем, но только, пожалуйста, закройте глаза. Ф, И, В, А, О, Л, Д, Ж, пробел. Специально говорю, медленно, да? Ф, И, В, А, О, Л, Д, Ж, пробел. Запястья не кладем, локти тоже не кладем, спинки держим прямо. Пробуем напечатать такое заклинание. А теперь, пожалуйста, вернитесь в чат. Презентацию мою, откройте чат. Поставьте курсорчик в сообщение. Поставьте руки на клавиатуру, как мы сейчас это делали. Вы будете сейчас писать в чат. А писать мы будем следующее. Немножечко поиграем. Придумайте и напишите слова из букв Ф, И, В, А, О, Л, Д, Ж. Это могут быть слова из двух букв, из трех, из четырех. Ну, самое большое у меня придумалось из семи. То есть вы держите пальчики на тех же буквах, прям вот глаза закройте. И попробуйте хоть какое-нибудь написать слово. Да, О, Да, В, О, Отлично. Лава, Федор, Федор. Вода, Ф, Л, Ж, 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 Отлично. Их не так много, их около тридцати где-то слов. Фалды, Наталья, да. Сочиняем фара. Ад. Я надеюсь, что вы не смотрите на буквы, а вы изобретаете из головы. Дыл, да? Да. Да. Ага. Ну, супер, отлично. Да, дол, жала, ага. Ну, у кого самое длинное будет? До, до, ж, д, до, наверное, до, дж. До, ж, д, нету такого слова, не знаю. Вал. Ну, может, что-то подлиннее, знаете, вот есть такая приставочка вы, и что-то сделал. Вот с приставочкой вы слово получается длиннее. Лад. Жвалы, это кто ж такие-то? Во, вожжа, да. Хорошо, придумывается. Ложа. Во, выждал, да. Ага. Отлично. Вода. Ну, супер. Молодцы. Продолжаем. Лыжа, выдра. Молодцы. Мозг заработал. Я очень рада, что вы со мной еще не разбежались. Итак, а вы когда-нибудь задумывались, почему буквы на клавиатуре расположены не по алфавиту? Ну, вот почему клавиша расположена в таком странном порядке? Ведь, казалось бы, по алфавиту удобнее, привычнее. Сколько мы его учили в школе, сколько таблиц с алфавитом окружало нас с детства, да? Возможно, будь буква расположена в алфавитном порядке, дело продвигалось бы куда продуктивнее. Когда я села за клавиатурой печатной машинки, мне тоже было абсолютно непонятно, зачем в существующем алфавите так перепутали все буквы. Ну, а теперь, когда я уже по частоте использована в словах. Да, Василий, но мы сейчас углубимся немножечко в историю. Теперь, мне кажется, по-другому. Теперь, когда я знаю клавиатуру, мне кажется, а зачем придумали алфавит, в котором буквы расположены так нелогично относительно клавиатуры? Мы же все равно изучаем, собственно, эти буквы в школе не по порядку. Я бы с детства вешала над кроваткой нынешним детям не алфавит, а клавиатуру. Вот такой вот какой-нибудь плакатик найти, то есть расположение букв на клавиатуре. Ловите лайфхак от Светланы Александровны. Тем более, что в телефонах эта клавиатура повторяется. Вообще, зачем учить алфавит, мне непонятно. Ну ладно, углубимся немножко в историю. На современных компьютерах, ноутбуках, телефонах мы пользуемся буквами раскладки, клавиатурой. Расположение букв на компьютерной клавиатуре – это наследие печатных машинок, которые появились в XIX веке. Хотя, сама идея создания печатных машинок витала в воздухе намного раньше, еще с начала XVIII века, легенды и исторические источники рассказывают нам о том, что первая пишущая машинка была разработана более 300 лет назад. Идея создания идеальной, удобной печатной машинки захватила умы изобретателей, и с течением времени в мире начали появляться различные модификации этого приспособления для письма. Американец Кристофер Шоулс с коллегами на 1868 году запатентовал первую печатную машинку. На его первой печатной машинке, собственно, которой не сохранилось, и фотографии найти ее не могу, на ней буквы на клавишах располагались действительно в алфавитном порядке в два ряда. Текст набирался только заглавными буквами, и кроме того, там еще были циферки от двух до девяти. Единичка заменялась на заглавную букву I, ноль заменялся буквой O. Так вот, одна из версий, зачем было перепутывать алфавитный порядок букв, заключается в следующем. В печатной машинке имели металлические рычажки, к концам которых крепились буквы и цифры. И при быстром наборе текста рычажки, расположенные рядом, иногда сцеплялись между... Вот давайте еще раз посмотрим на эти самые рычажки. На концах рычажков расположены буковки. И вот эти рычажки при быстрой печати, они зацеплялись друг за друга. Это приводило к низкой производительности машинки. Приходилось тратить время на их разъединение. Иногда даже машинки ломались. Стали думать, как бы развести, отдалить соседствующие в словах буквы подальше друг от друга, чтобы траектории движения рычажков поменьше пересекались. Но и через сто лет, после усовершенствования уже бесконечного клавиатуры, рычажки, я вам скажу, продолжали сцепляться. Проверял на себе, причем не только близкие рычажки, но и дальние. То есть не поэтому буквы так перепутаны. Перед создателем печатной машинки стояла задача максимально снизить различные конструктивные недостатки машинки. И работа над решением этого вопроса длилась 10 лет. Была рассмотрена масса вариантов размещения клавиш, количество их рядов. Вводились разные виды новых знаков и символов. А испытывать в машинке помогали телеграфисты, операторы телеграфной связи. В то время была разработана азбука Морзе, передача на расстояние коротких, знаете, точка, и длинных-электрических сигналов. Тестировщики, вот эти самые, которым в то время приходилось быстро транскрибировать сообщения, нашли алфавитный порядок, раздражающий, неудобно. Потому что у них уже была азбука Морзе. А ее принцип, вот посмотрите, да, азбука Морзе, ее принцип, чем чаще встречается буква в английском языке, тем меньше точек и тире должно входить в ее код. Да, вот посмотрите, самая часто встречаемая буква в английском языке имеют меньше символов, меньше точек и тире. И, собственно, вот эти тестировщики, они, они-то и предложили свой вариант раскладки, который вот сейчас называется QWERTY. Если вы посмотрите на клавиатуру, то английская раскладка, верхний ряд буквок QWERTY. На протяжении ряда лет Шоулс работал над усовершенствованием конструкций печатной машинки. Он создал около 50 опытных образцов с постоянными техническими улучшениями. Раскладка при этом тоже видоизменялась. На смену двухрядной клавиатуре пришла трехрядная, а потом четырехрядная. В общем, формирование раскладки заняло 10 лет. И тогда Свет увидела первая машинка, машинка называлась Ремингтон. На фотографии одна из первых, опять-таки не первая, с раскладкой клавиатуры по типу QWERTY. На данный момент существуют и альтернативные раскладки, о которых мы, конечно, с вами не знаем. Например, раскладка Дворака или Коулмана. На самом деле они более удобные, более скоростные. Проводились эксперименты на этих раскладках. Действительно, люди, которые умеют печатать на этих раскладках, они печатали быстрее, причем в разы быстрее. Но, однако, такими раскладками пользуются совсем незначительный процент людей, потому что они были изобретены на сто лет позже. Ну, сами понимаете, более чем за столетие использования нашей вот этой QWERTY все настолько привыкли к этой раскладке, что даже перенесли ее сейчас в мобильные телефоны. В России печатные машинки, впрочем, как и все технические новинки, появились гораздо позже, чем на Западе. И к этому моменту многие конструктивные недоработки самих машинок были уже устранены. И русская клавиатура изначально разрабатывалась как эргономичная, то есть с удобным и рациональным расположением клавиш. Как Василий сказал, по частоте использования в словах. Итак, в эргономичности, в общем-то, и есть разгадка секрет. Под самыми сильными и быстрыми указательными пальцами были размещены наиболее часто используемые буквы. А под слабыми безымянными пальцами и мизинцами более редкие. Мне пришло в голову проверить эту версию. Ну, так как я преподаватель машинописи, мне, конечно, было интересно, действительно ли это так. И оказалось, действительно, так оно и есть. На этом слайде мое собственное маленькое исследование. Тут проанализирована частота встречаемости букв русского алфавита в первом пришедшем мне на ум произведении. Это Пушкин, капитанская дочка. И мы видим, да, буковка О, например, самая первая в этом произведении встречается 17 745 раз. И далее все 33 буквы алфавита я разложила в табличку и представила, собственно, да, А, О, Е, И. Вот они у нас как раз на указательных пальцах находятся. Это Н, Т и так далее. А буковки, которые в конце, Э, Ф, твердый знак, они встречаются наименьшее число раз. Вот такая вот история. Слепой 10-пальцевый метод печати в 1888 году разработал сценографист Франк Макгурин. Тогда же стали проводить первые соревнования по печатанию напишущих машинок. Состязаясь с коллегой, который пользовался зрячим 8-пальцевым методом, изобретатель Стрипова, способа набора текста, одержал победу и выиграл солидный по тем временам приз в 500 долларов. А его техника, скоро печатание, стала известной во всем мире. Эти самые 500 долларов по нынешним временам составляют где-то больше 10 тысяч долларов. Вот. И с тех пор техника стала известной во всем мире. Но, к сожалению, у русской компьютерной раскладки есть свои недостатки. Например, для запятой, которая используется, согласитесь, очень часто, не удосужились выделить отдельную клавишу, а разместили ее на той же клавише, на которой находится точка. Поэтому для того, чтобы напечатать запятую, нужно нажимать две клавиши, что не совсем удобно. Может быть, поэтому современные школьники, которые любят сидеть в интернете, так часто пропускают запятые. Итак, мы с вами сегодня раскрыли три секрета слепой печати. А их, конечно, больше. Секрет первый. Это навык. Он подвластен любому из нас. То есть при желании и при настойчивости он вам покорится. Секрет второй. Конечно, как любой навык, он требует многократных повторений и закреплений. Только так вы можете его освоить. Ну и секрет третий. У каждого пальца есть своя зона обслуживания. Именно это и является главной разгадкой данной техники. Как же освоить этот навык? Есть три пути. Путь первый. Можно ничего не делать. Как бы, да? Ну и сейчас неплохо печатаю. Зачем мне напрягаться? Жил же я без этого. У меня такой этап был, когда я села за руль и захотела научиться водить машину. Зачем мне это, если можно на такси, да? Ну, я переборола в себе это. Есть второй путь. Дорожка, она подлиннее, да? Справлюсь сам. Да, можно освоить самостоятельно. Сейчас любому делу можно научиться самостоятельно через интернет. Мой 23-летний сынишка именно так и делает. И удивляется, когда я иду куда-то учиться. Самостоятельно это подходит далеко не всем. Есть люди, которым преподаватель просто нужен. Который будет контролировать, стоять над душой. Кому-то нужно общество, общение с единомышленниками. Ведь только очень небольшой процент людей способен к самостоятельному прохождению любого тренажера до конца. Обычно, если нет системы, то люди начинают и бросают. И это факт. У них не хватает вот этой, как это сказать, ответственности, силы воли, регулярности занятий. Третий путь. Пойду на курс. То есть вы можете пойти со мной, прийти на курс. И тогда вы точно не бросите. Вы дойдете до конца, потому что будет все разложено по полочкам. Курс уложен в 4 дня. Ближайший у нас по субботам. 27 числа. В эту субботу. Вы потратите всего 4 субботы по 3 часа. За это время вы запомните расположение всех букв на клавиатуре и научитесь нажимать их вслепую. Вам будет предложен тренажер с хорошо подобранными упражнениями. Он обкатан на многих группах. Слушатели сами помогали в его усовершенствовании, потому что говорили, чего им не хватает. И я добавляла необходимые упражнения. У нас свое учебное пособие, которое останется в вашем личном пользовании навсегда. И вы сможете при необходимости к нему вернуться. Научитесь правильно держать руки, потому что впоследствии это даст вам возможность печатать лучше, быстрее и качественнее других. То есть с меньшим количеством ошибок. Вы наверняка замечали за собой, за другими, что печатая руки лежат на клавиатуре. На курсе мы изучаем правильную посадку, правильную постановку рук. Отдельным блоком идут знаки припинания. Отдельным блоком идет цифровой блок. Английскую клавиатуру рассказываю, как перейти на английскую раскладку. У вас будут единомышленники. С ними можно будет общаться. А это очень важно на начале пути. Дадите себе мощный такой пинок, потому что многие начинают и бросают, думая, что это суперспособность не для них, на нее требуется много очень времени. А тут над вами будет преподаватель стоять, который будет вас подгонять и мотивировать. После прохождения курса вы уже точно не сможете печатать так, как раньше. Двумя-тремя пальцами. И вообще информации на курсе много. Все, кто приходил, удивлялись, что можно так. Ведь всегда бывают сомнения. Идти и денег платить или не идти, и самому попробовать. Ну, однозначно идти, конечно. А еще вы получите сертификат по окончании обучения. Поэтому приходите, не пожалеете. А еще вы получите замечательный бонус. Повысятся ваши умственные способности. Потому что данный навык, он очень хорошо развивает и тренирует мозг. Ведь мы работаем с мелкой моторикой. Проходя этот курс, слушатели отмечали и улучшение памяти. И вообще хороший сдвиг в своем развитии. И улучшается внимание, и концентрация, и координация движений. На курсе мы не только печатаем, потому что я понимаю, что это очень утомительно. Три часа подряд печатать. Хотя только так и можно этому научиться. Ну и играем в игры для запоминания, раскладки. Также я использую пальчиковые гимнастики. И когда курс проводится вживую, то еще и физкульт-минутки, фитнес-минутки. Даю очень много материалов. Как быстрее освоить данный навык. Что нужно делать. Как заниматься, чтобы этот супер-навык скорее к вам пришел. Ну и так далее. В общем, информации на курсе очень много. Кому будет полезен данный курс? Школьникам им приходится в классе ЭДЭКС 5 делать доклады, рефераты. Студентам этой презентации, для которых сначала неплохо бы написать текст. Курсовые, дипломные работы. Секретарям, офис-менеджерам, администраторам, бухгалтерам. Ну, то есть всем работникам офисов. Пенсионерам. Чтобы не искать буквы и не портить еще больше свое зрение. Ну, то есть курс подходит всем. Обучала я и взрослых, и детей. Это были и шести семиклашки, и взрослые, кому далеко за. Давайте еще немножко поиграем. Придумайте, подумайте, напишите в чат, кому не нужен данный навык в наше время. Кто не сталкивается с клавиатурой в то время, когда все мы пользуемся компьютерами. Напишите, кому не нужен. Лентяем. Так, интересная версия. Пользователь голосового набора швея. Ага. Так. Дворник. Да. Ну, действительно, таких людей, наверное, нет. Рабочую, укладывающую плитку в парке. Ага. Отлично. Спасибо. Так. Вот моей маме не нужно. Она целыми днями сажает на ночном участке цветы, салат, ходит в гости к соседке, готовит еду, убирается в доме. Но это скорее не профессия, да? Так уже. Пенсионерское хобби. Владенцам. Да. Хотя научить можно и, ну, наверное, я бы вообще жестоко внедряла бы этот навык еще в школе класса, эдак, с третьего, чтобы потом не переучивать никого. Итак. Продолжаю. Извините. Курс машинопись слепой 10-пальцевый метод, так он у нас теперь называется. Раньше назывался эффективная работа на клавиатуре. Он стоит особнячком таким, да? Потому что он доступен, подвластен всем. Это тот курс, с которого, в принципе, можно начать знакомство с нашим центром, если вы еще не с нами. В нашем центре вы можете освоить и другие программы. У нас есть курсы и для начинающих осваивать компьютер, и для уже опытных программистов, и какие-то узкоспециализированные курсы, и для бухгалтеров, и для кадровиков, и подготовка к ЕГЭ, и веб-дизайн. И анимации, в общем, перечислять можно бесконечно. Если вы зайдете на наш сайт, то удивитесь, как я в свое время, насколько много курсов есть в нашем центре. Тут есть практически любой курс, который вам придет в голову. Потому что центр существует уже 28 лет, как я сказала, и довольно оперативно реагирует на все запросы и просьбы слушателей. После этого курса машинописи вам будет не так страшно пойти на какие-то другие программы, освоить еще что-то компьютерное. Потому что вы не будете искать на клавиатуре нужный символ. А это часто является одной из причин, почему человек боится пойти на какой-то курс. Ему кажется, что он будет отстающим, потому что другие так быстро набирают, а ему это дается сложно. Так вот от этого страха я вас избавлю. После прохождения данного курса вы сможете удивить друзей своей суперспособностью. Потому что на самом деле не так много людей владеет этим навыком. Хотя за 8 лет моего преподавания их стало гораздо больше. Я хочу, чтобы это было доступно и подвластно всем. После курса вы сможете найти работу, на которой требуется много печатать, набирать тексты. Я уберегу вас от непорядочных работодателей. Я расскажу, как оценивать свою работу по набору текста. Если вы есть в Инстаграм, загляните на мою страничку. Там вы сможете посмотреть отзывы реальных слушателей. В моих публикациях вы сможете познакомиться поближе и со мной, и с нашим центром. Постов немного, но если внимательно их прочитать, то мы с вами станем чуточку ближе друг к другу. Поэтому буду рада видеть вас на своей страничке. Ближайший курс у нас 27-го. По субботам он проходит. То есть 4 субботы по 3 часа. Следующий курс планируется только в августе. Приглашаю вас еще разочек ко мне на ближайший курс. Всего 4 занятия, и вы овладеете этим чудным навыком. Сейчас еще остались места. Курс временно переведен, как вы понимаете, в дистанционный формат. Записаться можно по телефону, записаться, пройти по ссылке. Можно зайти на сайт. Там есть обратная связь, вам перезвонят. Возможно, вас параллельно заинтересуют еще какие-то курсы. Данный курс находится на сайте в разделе курса для пользователей ПК. Сейчас я вам скину ссылочку в чат, чтобы вы могли сразу по ней перейти. Так, ну-ка, получилось? Получилось. Итак, я благодарю вас за то, что вы присутствовали на данном семинаре. Буду рада увидеть вас в дальнейшем на своем курсе, который называется, еще раз повторюсь, машинопись слепой 10-пальцевый метод печати. Если есть вопросы, задавайте.